10 апреля 2017 года ушел из жизни одесский Фрэнк Синатра. Именно так называли Олега Залоева все, кто был знаком с его творчеством. Заслуженный артист Украины, яркая личность и просто мужчина с большой буквы. Он посвятил всю свою жизнь музыке. Мужская харизма заставляла тебя внутренне подтянуться и расправить плечи. Я даже не говорю за Фрэнка Синатра, я говорю за его авторский материал. А в каждой его песне всегда было отношение к другу, к женщине и к себе. Несмотря на жесткий график туров, Залоев всегда находил время для друзей и поклонников. Спонтанные встречи на Одесской Староконке со временем стали доброй традицией. Торговцы, продавцы на Староконке, а многие из них музыканты в прошлом. Известные, кстати, музыканты, для которых гуру музыки. Это был как раз Олег Залоев. И вот они помогали нам всем собраться на каком-то углу. Мы там все брали чашечку кофе, пили кофе, разговаривали о жизни. Вот это был такой легкий променад в типично одесском стиле. Олег Залоев был не только талантливым музыкантом, но и отзывчивым человеком. Он никогда и никому не отказывал в помощи. Находил слова поддержки для каждого. Несмотря на разные поколения, композитор возлагал большие надежды на молодежь и помогал юным талантам во всех начинаниях. Олег Залоев запомнится всем как образец личности и человека, на которого всем из нас стоило бы равняться. Прощание с одесским Фрэнком Синатрой состоится 12 апреля в 11 часов филармонии. Этот город обладает какой-то наркотической зависимостью. Настоящий одессит и без него жить не мог. Куда только мне не заносило. В каких странах я не бывал, не пытался жить, то в Америке, то в Германии, то там-то там, условия разные, супер-пупер. Но я сразу возвращался в Одессу, к себе домой, опускался в свой подвальчик сырой, садился, включал свою аппаратуру и начал заниматься тем, что я занимался, потому что я чувствую себя спокойно, я дома. Здесь прекрасная аура, то есть для того, чтобы творить, чтобы как-то можно было фантазировать, все, она...